Эта история начинается в 1815 году. Это очень важный год для мира Майнкрафта. В этот год одному человеку, который потерял всё, досталось то, что изменило его жизнь и мир Майнкрафта в том числе. А именно наследствие в виде магической башни в заброшенном тёмном лесу. А началось всё именно так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Айо, ватсапики, друзьяки. Меня зовут Венчи. Если ты не знал, то подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. Это обязательно. И, короче, мне по наследству досталась магическая башня. Да. Меня уже достали магические эльфы, которые меня задалбают. И, кстати, эта башня мне досталась от деда. Я не знаю, что за башня, но она какая-то магическая. Действительно. У меня дед был магом, бабушка была магом, батя у меня был магом и мама была у меня магом. И я, наверное, стану магом. Ну, не знаю. Честно говоря, я еле добрался до этого магической башни. Я даже не знаю, как ее назвать. Может, какое-то имя ее дать? Хотя, ладно, пусть будет просто башня. Интересно посмотреть, так как свечи здесь горят постоянно. Каждый божий год, столетия, за столетиями здесь горят свечи. Это значит, что башня все еще жива. Да, каждая башня, если вы не знали, то она имеет жизнь. Ну, как это вы не знали? Вы должны знать. Каждая башня жива. Да, поэтому, ладно, давайте посмотрим, что у нас в башне. Я не знаю абсолютно, зачем мне это в наследство. Нет какой-то там домик в центре Москвы или Киева, я не знаю, где-то там. О, тут еще и деревня. Да, кстати, это моя деревня. Ой, мой дед за мной наблюдал, получается, все это время. Черт, еще как раз окно в ванную. Ладно, это мы пропустим момент. Так, хорошо, вау, какая... Вот это у меня у деда башня была, прям действительно сумасшедшая. Это у нас какая-то зелеварочная стоечка, это у нас вода бесконечная, сундуки. О, пузырьки, перо и кость. А зачем пузырьки, перо и кость? Так, хорошо, пузырьки, перо и кость. Опять пузырьки, перо и кость. Ладно, так, хорошо, здесь есть подвал. О, серьезно, дед меня никогда раньше сюда не водил, ни разу. А так как у меня уже никого не осталось, и это, да, очень печально, друзья. И мне в наследство осталась только вот эта башня, в которой я ни разу не был. Но она реально какая-то мутрашная, надо будет здесь навести какой-то порядок и паутину убрать. А также у нас есть, опять же, есть, типа, как комната инструмента, я так понял. Да, дед у меня тут крафтил что-то, ремонтировал и что-то переплавлял. И все, все. А здесь у нас есть чародейские книги. Честно говоря, я в магию не очень верю. Ну, хотя у нас как бы весь мир из магических существ, но я не верю, что можно заниматься магией. У нас также есть инструменты, хорошие инструменты. Их на базаре можно продать за хорошие деньги, реально, хорошие деньги. Так, хорошо, а что это такое? Я чувствую сейчас какую-то силу и... Вау, черт, я какие-то вижу значения. Вот, ничего себе. Это что за значения такие? Это какие-то 22, что-то 4, инструмент, трава какая-то, удочка. Вау, круто. Как только я зашел в эту башню, у меня уже наделили какие-то способности. Все-таки это правда. Вау, свечи, черная сальная свеча. Да, теперь у меня появилась какая-то способность просматривать каждую, каждый, 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 каждый предмет, короче, на какие-то, какие-то штуки, короче, я не знаю, как объяснить. Так, ладно, хорошо, давайте поднимемся на третий этаж. Ага, здесь у деда была спальня. Кстати, у него не было жены. Ну, была у меня бабушка, но это была не та бабушка. Сводная бабушка. Ну, ладно, это не важно. Ну, короче, ладно. Да, прикольно, конечно. В открытом воздухе комары будете грызть. Ну, это такое-то, хорошо, что у нас еще здесь? Вау, вот это как янтарь, по-моему. Так мой дед же не был ведьмой. Или, типа, есть ведьмаки. Ну, ладно, так уж и быть. Оу, еда, круто, неплохо. Тут тоже инструменты, и я могу посмотреть какие-то значения. Что это за значение? Очень странно себя чувствую в этой башне, серьезно говоря. Так, хорошо, ладно, давайте посмотрим, что наверху, наверху. Тут как будто прям чувствуется какая-то сила, серьезно, вот. Ух, круто. Это что такое? Это какая-то темная тряпка висит на темных палках. Ммм, оригинально. Какая красота. Только ветром дует так сильно. А сейчас меня сдует. О, эндермены, существа. Вот эти вот магические. Это что такое? Это паук? Вя, какой противный. Так хорошо. Я не понимаю, зачем деду здесь какие-то раскаленные камни? Зачем он здесь их ставил? Ну, ладно. Это все загадка, которую я пытаюсь разгадать. Это ведь это все, что у меня осталось. И больше ничего нет. Вау, какой рассвет. Подожди. Получается, это какой-то... Вот тут солнце. Вот тут... Если оно встанет напротив друг друга, может что-то случится? Или может нужно что-то сделать? Башня построена так, что она четко соответствует центру луны и солнца. Ладно, круто. Неплохо. Так хорошо. Пузырек опыта у нас есть. Ведро воды и ведро лавы. Зачем это вообще деду? Так хорошо. Также у нас есть подвал. Но прежде чем пойти в подвал, я советовал бы, наверное... Точнее, не советовал бы, а лучше возьму инструменты, которые я нашел вот здесь. И возьму я, наверное, железную кирку и... Лопату и топор. А есть железная лопата? Нет. И да, у меня есть, поэтому берем факел и спускаемся в подвал. Очень интересно, что там за подвал. В принципе, дед, я думал, мне дед тут оставит какие-то там сникерсы или что-то. А дед ничего не оставил. Абсолютно жлоб у меня дед, короче. Ладно, так хорошо. Спускаемся в подвал сейчас и посмотрим, что в подвале. Так как очень-очень-очень интересно. Действительно, вот в подвал или... Да и в башне никогда не было, но вот в подвале прям всегда какая-то фигня. Вау, тут так прикольно свечи расставлены. Ну, очень интересно. Давайте посмотрим. Так, хорошо. Спускаемся. Блин, довольно глубокий подвал. Зачем мне тут такой подвал? Вау, это что такое? Не, ну я читал в школе в книгах, что это такое. Вау, какой пейзаж красивый. Слушай, ай, блин, они горячие. Серьезно, так аккуратненько. Какая красота у деда здесь. Он прям наслаждался. Здесь прям какое-то место для поэта. Ставь какую-то книжечку. Пиши ручку. Пиши стихи. Ух, так, ладно. Какие-то кристаллы. Я что-то читал у них, про них в школе. В книгах. Что-то писали. Так, а зачем деду какую-то шахту в спуске? Я думал, тут какой-то подвал. Так, ладно, хорошо. А здесь что такое? Здесь тоже ступеньки какие-то. Явно дед что-то скрывал от меня. Это 100% или от нас. Тут тоже уголь и какая-то прям очень глубокая шахта, в которую я пока что не готов идти. Мне очень страшно. И красивые пейзажи. Боже, как же я заведую, 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 заведую деду. Прям, ну вот, серьезно. Так, ладно, хорошо. А мы взяли кирпу, давайте же добудем вот это вот. А его вообще... Ай, блин, как же она печется. Так, хорошо. Добудем кристаллы. Вау. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы начинают странно покалывать. Да, да, есть такое. Что это значит? Быть может вам стоит немножко отдохнуть. Фух, а я действительно устал. Хотя и утро, но, блин, реально устал. Так, давайте добудем еще немножечко кристаллов. Кристаллов добудем. Это какие-то кристаллы. Так, хорошо. А как же они называются? Вис кристалл Игнис какой-то. Игнис Х1. Ай, блин, они реально горячие. Очень горячие. Раскаленные прям. Ладно, хорошо. Добыли кристаллы 42 штуки. 42 штуки, точнее. Очень хорошо. Да, действительно. Что-то я так, знаете... О, что-то у меня крутится голова. Так... Я так ужасно хочу спать. Серьезно, вот... Фух. Так, тихо. У меня реально крутится голова. Так, ладно, поднимаемся быстрее. Поднимаемся. Ух, как же я спать хочу. Черт. Что происходит? Я не понимаю. Я не могу лечь спать. Но меня выключает. Черт. Вы просыпаетесь после странного сна и быстро засыпаете все в книгу пока. Так, хорошо, что там написано было? Я уже забыл. У меня что-то перед глазами, какие-то надписи. Фух. Стой. А что это за книга? Странные сны. Да, действительно, мне приснилось, как я прыгал на пони и гулял по лесу и кормил крокодилов. Серьезно, ну... Ну, да, реально странный сон был. Ну, еще там утка была какая-то, которая съела курицу. Ну, ладно. Так, хорошо, сон реально был странным. Так, хорошо, давайте посмотрим, что это за книга в руках появилась. Вчера ночью мне приснился самый странный сон на свете. Да, это действительно так и есть. Во сне я взял три из трех странных кристаллов, которые находили в уране, и добавил горстку редстоуна. Измельчил их в миске при помощи кремня. Да, такое тоже было, такое тоже было. Но самое странное, это про пони было. Ну, ладно, кристаллы обязательно должны были быть разных типов. Сделав все правильно, я в результате получил странную светящуюся пыль. После я посыпал ее книжную полку, но сон закончился, прежде чем я увидел, что произошло. Меня терзает сомнение, стоит ли делать то, что я увидел во сне. У меня складывается такое впечатление, будто пыль собиралась показать нечто удивительное, но при этом опасное. Вот вам документальное. Да, было у меня такое во сне. И, может, действительно, давайте повторим? Давайте повторим? Давайте, давайте без проблем повторим. Хорошо, нам нужно три разных кристалла, так как у нас уже один есть. Это круто. Так, из трех странных кристаллов есть. Ну, надо добыть. Сейчас поспустимся в шахту. И добавив горстку редстоуна. Хорошо. Измельчил их в миске при помощи кремня. Нам нужен еще два кристалла. Редстоун, кремень и миска. И миска. Да, миска. 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 Ладно, не важно. Так, хорошо, редстоун. Вот у меня есть здесь. Дед мне оставил немножечко. Так, хорошо, осталось редстоу. Точнее, мыска. Миска. Миска. Ну, короче, вы поняли, да? Чего-то не могу выговорить ничего. Так, и... Кремень. Кремень остался. Так, хорошо. Нам нужно теперь спуститься в шахту. И найти теперь кремень. И... Ну, и сделать как бы... Какую-то... Миску. Во. Так, все, хорошо. Берем факел, потому что очень темно и страшно. Так, хорошо. Надо отправиться туда внутрь. Ведь явно не зря здесь дорожка, она построена. Это не просто какая-то шахта. Здесь явно кто-то ходил и что-то было. Фух. Ну, давайте попробуем туда добраться. Так, подождите. Я вижу странную руду. И я вижу... О, отлично. Слушай. Мы сейчас можем добыть кремень. Это супер. Это супер. Так, кремень. 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 Серьезно. Ни разу не добыли кремень. Ну, я знаю одну пасхалку. Я учил физику в школе, что если постоянно ставить и ломать, то можно выпасть кремень. Отлично. Кремень есть. Мы добыли кремень. Это супер. Теперь осталось сделать, по идее, два кристалла добыть. Новых, каких-то неизвестных. И... Они вообще существуют в реальности? Я так задался вопросом. Я их начал искать. Но я даже не знаю, существуют ли они. Ну, ладно. Посмотрим. Интересно, что же все-таки это за руда? Так, хорошо. Какие-то... Янтарь. Да, янтарь я изучал, но такого янтаря я никогда не видел. Это какой-то необычный янтарь. Так, хорошо. Давайте добудем этот янтарь. Может, он нам в дальнейшем понадобится. Типа для магических штучек, которых я даже не верю. Это просто какой-то случайный сон. Так, хорошо. Это у нас уголь. Уголь. Отлично. Давайте добудем немножечко угля. Хотя, я не знаю, какой дурак вообще добывает уголь. Можно же его просто купить на рынке. Ну, хотя, так как у нас есть кирка и все остальное, мы можем добыть. Это вообще уголь. Да, это... Вау. Черт. Это реально какое-то магическое, мистическое... О, еще. Это реально какое-то магическое, мистическое место. Так как какие-то кристаллы... Ай, 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 ай. Они реально очень пекучие. И неужели? Да, если вы не знали, то уходит легенда о каком-то эндер-драконе. Но это же всего лишь легенда. Да и это, по идее, эндер-сундук. В легенде описывается, типа, что есть эндер-измерение, в котором может быть эндер-дракон. Но это же неправда. Такого вряд ли такого вообще возможно. Это же мир Майнкрафта. Здесь нет других измерений. Это глупо. Майнкрафт это одно плоское измерение. Ну хотя ладно, давайте добудем вот эти кристаллы. Я даже не знаю, как этот сундук открыть. Он запечатанный каким-то глазом или что? Так, хорошо. Добываем красный кристалл. Мы добыли просто уйму. Так, хорошо. Есть у нас красные кристаллы. Какой-то яндарь. И давайте попробуем скрыть его. Ну, сейчас-сейчас сорвусь, сейчас сорвусь. Есть, есть, сорвал. И это... Это кристаллы. Я правильно понял. Это кристаллы. Но это другие кристаллы. Это то, что нам нужно. Хорошо, отлично. Так, собирать. Так. Я все кристаллы брать не буду. Потому что это может быть ловушка. Я оставлю этот сундук здесь. Так как если упадет вес, то это может произвести к краху самой магической горы. Да, и дед мне рассказывал про свою гору. Что она тоже живая. И башня это как щита ее глаза. Так, ладно, хорошо. Возвращаемся обратно домой. В башню, можно так сказать. Потому что дома у меня тоже не осталось. У нас ничего не осталось. И давайте попробуем все-таки. У нас уже все есть. Кроме тарелки. Точно. Тарелки. Нам нужно тарелку сделать. И... Ну да. Да. Тарелку сделать. И все. И будет огонь. Так, хорошо. А как делается тарелка? Я не в курсах. И дерева у меня нету. Хорошо. Давайте посмотрим, где ближайшее дерево. О, е-мое. Это будет долго. Ладно, придется спуститься вниз и срубить дерево. Чтобы сделать какую-то тарелку. Фух. Ну, хотя добыл немножко дерева. Уже проще. Уже проще. В принципе, мне не при... Это что такое? А, фух. Показалось. Показалось, что это башня какая-то. Так, ладно. Хорошо. Собираем, собираем дерево. Еще немножечко. Мне хоть буквально еще одно дерево. И этого хватит. Так, хорошо. Идем, 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 идем. И теперь надо как-то подняться обратно себе на башню. Так, хорошо. Оставим здесь одного гравия. О, зомби, зомби, зомби. Боже. Боже, зомби я... Вау. Вот подожди. Что это такое? Тихо. Зомби, зомби, зомби нападают зомби. Блин, блин. Был бы мой дедушка, он... Я вам расскажу еще одну историю. Когда был жил, жил мой дедушка. Был, точнее, жил, жил мой дедушка, да. Все зомби были исчезнуты в районе этой месяце. Так как он как давал что-то там делал, и они исчезали. Их не существовало. И теперь опять они появились после его смерти. Я должен помочь нашей деревне и вообще нашей... Нашей стране, можно так сказать. Ну, тут как бы, типа, называется край это, но нашему краю помочь зомби и со всем остальными. Поэтому я все-таки решил набраться смелости и продолжить дедушкиное дело. Хотя я в этом все не верю. Так, ладно. Мы добили немножечко дерева. Теперь нужно сделать миску. Миску. Точнее тарелку. Тарелку обычным языком. Уже закат, уже день прошел. Так, хорошо. Нам вот верстак у нас есть. Отлично. Так, сделаем еще один верстак на всякий случай. Друг понадобится. Эм... А, извиняюсь. Да, вот так вот. Я уже забыл как крафтиться. Все у меня обычно дома стояло. Ну, что вы хотели? Так, хорошо. Эм... Нам нужна, нам нужна, нам нужна тарелочка. Тарелочка, по-моему, делается вот так. Супер. Так, хорошо. Как там было написано в книжке магической, которая каким-то образом появилась у меня в кармане? Было написано во сне три из трех странных кристаллов, которые находил ранее. И добавил горстку редстоуна. Измельчил их в миске при помощи кремня. Фух. Ну, давайте попробуем. Так, три кристалла. Три кристалла. Давайте вот так вот положим. Эм... Теперь, 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 теперь. Нам нужен горстка редстоуна. И теперь миска. И кремень. Нет, не получается. Так, а как же? Сейчас сделаю как полагается. Может, чё-то неверно сделал? Аааа, три кристалла разных-то. Чё? Это что такое? Салис мондус какой-то? Ладно, хорошо. У нас получился действительно какой-то порошок. Это серьёзно. Я не шучу. И... И что? И что дальше? И что дальше? Что дальше во сне было? Их в миске при помощи кремня кристаллы обязательно должны были быть разных типов. Да, это понятно. И получил странную светящую пыль. После я посыпаю её на книжную полку. Но сон закончится, прежде чем я увидел, что произошло. Так, на интере есть книжная полка. Давайте проверим, что же это за фигня такая. Мне начинает это уже пугать. Так, книжная полка. И... Чёрт, что это? Это действительно магия. И... Книжка? Какая-то книжка. Таумно Микоя какая-то. Круто. Перед моими глазами какая-то галактика. Если вы это видите, галактика и какие-то странные первые шаги. Вы ещё не начали это исследование. Так, кто бы мог подумать, что небольшая горсть или поможет создать эту чудесную книгу. Действительно, она по большой чести пуста, но уже намекает на новую мощную форму магии. Всё-таки магия существует, друзья. Это действительно. Для начала нужно изучить тот магический мир, что был показан мне. Да, я во сне увидел какой-то необычный магический мир. Для этого понадобится особый инструмент. Таумометр. Так он зовётся в книге. Так, хорошо. Нам нужен мистический верстак. Мистический верстак, да. Вот это мы скрафтили вот так вот получается. Хорошо. Нужна опять же. Нам нужен только теперь верстак и пыль. Опять же сделать эту пыль. Пыль, пыль, пыль. Книжная полка, книжная полка, да. Не, на верстак, верстак, верстак. Отлично. У нас есть как раз верстак. Давайте вот сюда поставим. И теперь опять сделаем, сделаем какую-то пыль. Пыль какую-то вот эту. Неужели? Я не верил. Всё время дедушке, оказывается, он был прав. Опять. Есть. Порошок. И теперь посыпаем. И что, серьёзно? Боже. Это реально какая-то магия. Так, хорошо. Воу. Какой стол интересный. Какие-то кристаллы. Что это такое? Это сюда вот. Это сюда. А куда? Воу. Так, хорошо. Нужно поместить какие-то кристаллы. Окей, я понял. Так. Так, открываем теперь книжку, которая у нас есть. Магическая книжка. Есть. Я завершу это задание. Так. Супер. 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 Так. Теперь первые шаги. Таометр. Наблюдение основы. Таометр. Мне нужно золото и стеклянная панель. А также какие-то вискристаллы. Так. Ну что ж, друзья. Всё-таки это дело серьёзное. Я чувствую, нужно отправиться в шахту. И начать добывать вот это всё. Я, я, я не верю в магию. Серьёзно. Кто мог бы поверить в магию? Я не верю. В следующей серии, если вы будете смотреть меня, я буду записывать на магическую камеру. Если вам понравится, то мы продолжим это выживание. Это в магическом мире. И всё-таки действительно существует магия. Никто в это не верит. А мы с вами попробуем. Ну что ж, друзья. До следующей серии. В следующей серии мы будем копаться, искать кристаллы какие-то странные. И также будем крафтить и скрафтим какой-то необычный стеклянный такой рамбический. Какой-то прозрачный эталометр или как-то так. Ну что ж, друзья. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Подпишитесь на канал. Ну а всем пока. Меня зовут Винчи. Было приятно познакомиться. Давай-давай-давай-давай. До новых встреч. Подпишись, чтобы не пропустить ролик. Давай-давай-давай. Пока-пока-пока.